11 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2415, тема «Проповедь благовестия». «Вы постоянно зовете нас на свидетельство о Христе в миру. Нам приходится сразу же говорить, что мы православные. А свидетельствовать о православной вере практически невозможно, потому что люди ссылаются на недостойную жизнь священства. Как тогда свидетельствовать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Тут уж ничего не поделаешь. Не можем же мы говорить, что мы баптисты или иные сектанты. Нас много, потому много и плохого, так говорят безбожники. А если в процентном отношении к числу наших и к числу проступков и преступлений, то получится, что не так уж наших много сидит в тюрьме». Смешно, конечно, что так думают апологеты лжи, но мы-то не можем на это ссылаться. Нас послал Господь быть его свидетелями, а не лжеправославие, и не защищать беззакония попов. Послание к римлянам, 2 глава, 24 стих. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников». Я спрашивал таких щепетильных слушателей, «А вот если бы найти такого чистого батюшку, то вы бы стали служить Богу, покаялись бы в своих грехах и познали бы волю Божию?» Они тут же ответили, «Нет, конечно». Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мерничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Второе послание Петра, 2 глава, 1 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Послание к римлянам, 16 глава, 18 стих. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Книга про Иуды, послание Иуды, 1 глава, 12 стих. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пешествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие, исторгнутые». 64 раза в Библии и из них 45 раз в Новом Завете «Слово «соблазн» предупреждает нас быть осторожными». Иудив, 12.2 «Но Иудив сказала, «Не буду есть этого, чтобы не было соблазна, но пусть падают мне то, что принесено со мною». Премудрость Соломона, 14 глава, 11 стих. «Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных». Книга «Премудрости Иисуса», сына Серахова, 31 глава, 19 стих. «Переставай есть первые из вежливости и не будь алчен, чтобы не послужить соблазнам». В воскресный день народ придет молиться. Что им сказать, чем накормить полезным? Им на обслугу выйдет сонный мистик или плотской, как Феликс, враг железный. «Примеры прошлого теснятся на страницах, оглядываю их со всех сторон. Сверхпопулярным легче потесниться, какой усопшим от того урон. События далекой Иудеи, ошибки и подвиги рассматриваю строго. С утра герою давние предели, зову на проповедь, прийти мне на подмогу. Без них, без их примеров отдаленных, входящих в нашу с пением литургию, окажется речь вовсе не соленой. И результаты ясно, что другие. С поклоном без насилия признать, предстать в доступном нашинском обличье. Ошибки не дадут живущим спать. С усердием у них добро поищем. Между страниц мы слышим голоса, дымятся главы битвами и горем. Мой опыт нынешний не даст попасть в просаг. Не подвернись, нога, на перевалах горних. Мои прожекторы в новозаветном духе не позволяют с ними битья в суе. Что по Евангелию, то уже не рухнет. Иной отчет и результат по сумме. В начальники апостолов поставлю оружие им выдам неплотское, но не головы считать, их стихи и главы. Без юмора насмешника Лескова. Картину прошлого широкими мазками изобразить полезное возвысить. Соединить с сегодняшними мостами для слова и игловый голос мысли. 28 ноября 2004 года. Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok